Как известно, во многих мусульманских странах до сих пор разрешено многоженство. Для них это нормально, но у нас, конечно, другой менталитет. И если бы в Украине это было разрешено, то вполне возможно, могла бы произойти вот такая ситуация. Я вижу, тут многие догадались, но представьте, один гарем застал своего мужа с другим гаремом. Девочки, девочки, давайте успокоимся, я сейчас все объясню. Вова, ничего не говори, дай хоть посмотрю на них. Шатенка, блондинка, блондинка. Да, девочки, в целом блонда. Мы так и знали. А я-то сразу поняла, что что-то тут не так, когда ты начал бегать к соседу за куркумой, за шафраном, за перцем, за черным перцем, за черным молотым перцем, за лавровым листом, за розмарином и опять за солью, потому что очень хорошая соль. Давно такой соли не было, да? Э, да подожди, я объясню все. А что ты объяснишь? Что ты объяснишь? Что мы, значит, на такую кровать не заслужили, да? Приходилось четыре обычных сдвигать. Следующая. А я, главное, не сразу поняла, когда у тебя в телефоне нашла Андрей Смесарь, Дима сантехник, Вася облицовка крыши. Ну, когда ты вместе с ними в Айбере создал группу ЖЭК номер два, не стало все ясно. Следующая. Ах ты ж падла ты, а! Масси, вы че? Масси? Ты даже не помнишь, как нас зовут, скотина ты! Масси, это Зушия, это Зухра, это Фатима. Так, хватит перечислять имена из белого солнца пустыни. Мы Саша, Нальта, Алина и Таня. А этих как зовут? Ирина, 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 Ирина. Ушел туда, где проще. Ах ты ж скотина ты! Остановитесь, вы его задушите! Человек! Остановитесь! Зачем, а? Мы в свое время из-за него футбол бросили! Всей командой бросили! Подождите, 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 подождите! А как вы догадались, что он вам изменяет? А это было не тяжело. Вот эти волосы мы нашли у него на пиджаке. А вот это? У нас за диваном. А да, да, это наши девочки. Да, 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 да. Как вам не стыдно? Вы что, не знали, что у него другой гарем есть? Нет, он нам рассказал очень трагическую историю. Значит, с его гаремом произошла страшная акта-катастрофа. Четыре ланоса в одну и ту же пропасть. Четыре ланоса. Я прошу прощения. Там просто весна пришла. Весна, да. Мужское заиграло. Мужское? Мужское, вот. Уйти от семьи, где 32 ребенка. В семье, где всего семь. Это очень по-мужски. Это прям очень по-мужски. Ну, медвежонок, не заводись. Я просила меня так не называть. А как тебя называть? Дверей на всех не хватает. Муравьев, чё ты молчишь? Выкукаль, скажи. Так, девочки, извините меня, конечно, но вы переходите уже ко второй части скандала, а я еще в первой не поучаствовала. Да, у нас же тут гребаный гарем. Прошу. Спасибо большое. Ах, ты сходи, ах, ты фонда! Тебя ненавидим, у тебя другой гарем был на стороне. А мы-то думали, ну не может же человек каждый раз задерживаться на работе на три недели. Простите. Сволочь ты, Вова. Ладно мы. Ну как ты так мог поступить с ней? Она же не еще девственница, а ей уже изменили. Так все понятно. Что, помоложе нашел, да? Ага. Да там не сильно. Насколько? Там суммарно 43 года. Девочки, послушайте, так это уже не гарем, это какая-то малолетка. Ага. Ой, а кто это нам тут такое говорит? Это же, наверное, на концерте Винника весь седьмой ряд пустой, потому что вы сюда пришли. А где-то сейчас концерт Винника. Извините. Тань-тань-тань-тань-тань-тань-тань. И вообще, гражданочки, а вы не подули, может, вы сами виноваты в том, что он вам изменяет? Да. Да-да, он нам рассказывал постоянно в постели одни и те же ролевые игры. Переполненная маршрутка. Переполненная метро. Переполненный лифт. А вот и неправда. Мы до того, как сели на диету, еще играли в киты, выбросились на берег, и он нас спасал. Не рассказывай. Да пусть знают. Он получал двойное удовольствие и сексуальное гражданское. Ну вот. Что не так, Вовочка? Что не так? Ну ничего не так. Мне просто там по мелочам насобиралось. Мне надоело платить за ваши брови, маникюр, ресницы. Простите, пожалуйста. А эти твои малолетки такого не делают? Делают. Только это делают всем брови. Это ресницы, это маникюр. У них там замкнутая экосистема. Все само. Понимаете? Кстати, а как вы меня нашли? Я так все скрывал тщательно. Вова, мы живем в ровно. Ты переспал? Ровно, с половиной ровно. Так, спокойно. Так, я все придумала. Значит, сейчас мы расходимся в разные стороны и начинаем его звать. Кому он побежит, того и будет. Хорошо. А ничего, что я слышал, ваш план? Заткнись, тебя никто не спрашивал. страсть, горщ, молодость, зеленый борщ, красота, зеленый борщ, с водочкой. Вот это красота. О, Вова, постой, мы обещаем, мы начнем интересоваться футболом. Бензема, Белл, Модрич, Иска, Марсела, Карвахаль, на воротах Куртуа, Ну это пока! Скоро будет Луниен! Вова, вернись, мы обещаем, мы запишемся в спортзал! Да, да, да! А мы запишемся в спортзал и будем в него ходить! А мы растели всех родственников, когда они приедут в гости! Родственники не приедут в гости! Родственники не приедут! Родственники не! Родственники! Девочки, да он же тупо после любой фразы бегает! Да потому что я не могу выбрать! Вова, Вова, выбери нас! Мы ради тебя поменяем религию, вот тебе крест! Да какая разница, в какого бога ты веришь, если на земле только один святой? Это мама Вовы! Святая моя мамулечка! Вова, стой, 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 стой! Обещаю, если ты останешься с нами, мы разрешим тебе встречаться с другим гаремом! Ах так? Тогда и мы разрешим тебе встречаться с другим гаремом! Да! Вот так вы сразу, а вы говорили, что у нас скучно, а? Какую ролевуху я придумал? Голова, голова! Голова! Понравилось? 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 Потому что такие игры делают наш гарем... Грустнее! Кто мои единственные? Мы твои единственные! Мы команда высший класс! Комитарема лучший нас! Ах, мы и завтра собираемся, делимся на три команды и играем что, где, когда. Ну хорошо, господин ведущий! На думку жёнок, найсексуальнейшим кіногероям всіх часів и народов є, був і залишається Бонд, Джеймс Бонд. Адже погодьтеся, хто може бути сексуальнейший чоловіка, який сто разів врятував світ і при цьому жодного разу не забруднив смокінг? І такий образ не міг не з'явитися в жіночому кварталі. І на головну роль агента 007 ми всі одноголосно обрали народного артиста України Станіслава Буклана! І так, вже 56 років, агент 007 виконує свої завдання. І це абсолютно не заважає йому щороку обзавестися новою дівчиною Бонда. Сюда! Ой, ой, Джеймс, подожди, почему мы убігаем? Так почему? Потому что за нами гоняться. Ну почему мы бежим к вам в гостиницу? Потому что там находится секретная база. Стоп, подожди, я сказал Мартини или секретная база? Секретная база. Все, тогда все правильно. Так, тщ, стой. Не двигайся. Ложись. Не на пол, на кровати. Поняла. Легла? Да. Раздевайся. Ага. Что? Спокойно. Спокойно. Тщ, тщ. Так. Мы окружены. У тебя будет сейчас специальное задание. Что нужно делать? Ты должна принять душ. С этим я справлюсь. Что дальше? А дальше как-то будем импровизировать. Поняла. Идешь? Иду. Иди. Куда? Туда. Ага. Так. А я тем временем... А что вы делаете? А что? Я слышала, это капсула. Она убивает шпиона. Дорогуша. Это капсула. Она... Воскрешает друга. Друга шпиона. Ну что? Действует? Пока нет. Сейчас, сейчас. Просто нужно разогнать кровь. Сейчас, все будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Ой. Что? Показалось, все было. Но нет, нет, нет. Добрый вечер. Доставка в номера. Что будете пить? Значит, мне, как обычно, водка с мартини и с оливкой взболтать, но не смешивать. Хотя... Можно без мартини, без оливки. И не болтайте. Там просто водки. Я сказал, не болтайте. Раздевайся. Зачем? Я должен проверить, нет ли на тебе жучков. Подождите. А вы точно шпион? Ну, конечно. Как можно сомневаться? Видишь руку? Да. На самом деле, руку я потерял в Анголе. Это притенз. Ничего не чувствую. Вообще ничего не чувствуете? Вообще. А если его поджечь? Не надо. А если ущипнуть? О, я перепутал. Вот. Вот протез. Детка, я агент британской разведки. Это не просто пиджак. Здесь в кармане вшита взрывчатка. Здесь вшит навигатор. В поврадку вшита денежка, чтобы не потерять. О! С этой стороны. Где-то я вас видела. Ну, конечно, конечно. Я был на скачках, сидел прямо за королевой. Но на скачках не было королевы. Черт. Значит, я сделал приятные обыкновенные старушки. Секретный звонок. Алло. Нет, это обыкновенный звонок. Да. Джеймс Бонд слушает. Конечно. А что вы делаете? Новое задание из центра. Расслабляющий массаж. А зачем? Детка, я не спрашиваю. Я просто выполняю свою работу. Секретный звонок. Да. Так точно? Конечно. Конечно, сделаю. Должен снять с себя белье. Это новое задание из центра. Подождите. А это прям обязательно, да? Ну, ты думаешь, мне это нравится? Я вообще надеюсь, что мне не придется с тобой спать. Да. Да? Серьезно? Ну, конечно, сделаю, да? Ради Британии и ее величества. Все-таки придется спать. Ну, это что, прям необходимо? Ну, я сейчас уточню. Уточните, пожалуйста. Алло, это что, так необходимо? А можно как-то и без этого? Слушай, нам придется это делать, но потом тебя обязательно во мне спросят. А спросят обязательно. Ты должна будешь все преувеличивать. Рост 3 метра, размер обуви 50-й. Вообще все-все-все-все преувеличивать. Поняла? Поняла. Это так важно для дела. Нет, это важно для моей репутации. Ну, хорошо. О, подожди. Да что ж такое-то? Так-так-так-так-так-так-так. Что ж такое-то? Девочки, девочки, все нормально успели. Он только жучки ищет. Вы кто? Мы те, кого ты бросал после каждого задания. Я девушка Бонда 2016. Я девушка Бонда 2015. А я девушка Бонда-надцать. Что? Говорю, я девушка Бонда-надцать. Что? Девушка и все. Так, подождите, почему вас так странно называют? Да он это специально придумал, чтобы имена не запоминать. Ты посмотри его телефон, у него с памятью совсем беда. Там мама Бонда, папа Бонда, брат Бонда, слесарь Бонда. Не слушай их, Марина. Я Лера. Я знаю это для конспирации. Девочка моя, беги ты от этого конспиратора. Оно тебе надо. Вот эти вот погони, стрельба, казино, из вертолета на ходу выпрыгивай. Вьетнамцы с базуки стреляют. Так, к чему вы ведете? У него очень долгая прелюдия. Я агент 007. Ой, господи, все люди это скрывают. А он хвастается. Да. Слишком много знаете. Помоги мне. Не верь ему, он бросил меня сразу после секса. Как? Из самолета без парашюта. А меня вообще поднял на крышу самого высокого небоскреба. Я стою в белом платье, вокруг самолета. Все стреляют. Я вообще не знаю, что делать. Я вот это как будто... Это не я. Это Кинг-Конг. Вам, девочка, в другое кино. Да? Извиничи, пожалуйста. Серьезно. Я не знаю. Не, ну понятно, ну... Ну... Ну тоже понятно. Но как я мог бросить это прекрасное существо? Я просто неправильно размешала, Марти. Теперь припоминаю. Девочки. Ну давайте смотреть на вещи трезвые. Я каждый день рискую жизнью. Я планету спасаю. Эти выстрелы, погони, взрывы в этой суматохе. Я бы давно пропал без вашей женской ласки. Ведь правду говорят, что за каждым великим мужчиной стоит более сильная женщина, которая его вдохновляет, верит в него, воодушевляет, поддерживает его. И тут же, конечно, сразу возникает самый главный вопрос. В этом городе есть еще какая-нибудь гостиница? Побежали. Какая же она счастливая! Почему счастливая? Во времени капсула должна начать действовать. Ваши аплодисменты! Народный артист Украины Стас Баклак! Какими здесь смеются над собой? Это женский квартал! Здесь нету шуток, стыдно пора. Страничка классики в женском квартале. Я думаю, многие из вас знают повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Но я уверена, точно не все знают, что Михаил Афанасьевич описал в своей повести лишь один случай из практики профессора Преображенского. Сейчас мы хотим вам показать другой его эксперимент, в ходе которого он пересадил мужчине гипофиз женщины. Итак, кабинет профессора Преображенского, кстати. Доктор Барменталь и новоиспеченная женщина после операции. Доктор, это гениально. Она научилась произносить бессвязные глазные звуки. Очень даже связный Барменталь. Гласными буквами она пытается спеть текст песни «Нино». 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 «Э-И-О-А-О». «Ни-Та-Равно». «Э-И-О-А-О». «Съемлю межмино». Практически женщина. Так, какие еще видимые изменения? Ее стремительно уменьшается вес тела, удлиняются ноги, а вместо мужских когтей вырастают ногти. «Понятно». «А что с шерстью, Барменталь?» «Всю шерсть, которая у нее отрастает, она тут же тщательно сбривает». «Практически женщина». «Привязано, ну-с, голубушка, вставайте». «Ажиадорпсор!» 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 «Профессор, что она кричит?» «Ажиадорпсор!» «Ажиадорпсор!» «Барменталь, вы что не слышите?» «Она кричит распродажа, только наоборот». «Распродажа, голубушка, там!» «Избольте-ка туда!» «Это гениально, профессор, у вас получилось!» «Спасибо, спасибо!» «В очередь, что кинутете?» «Удочки и погрыжки, но мужские инстинкты еще остались». «Но это дело времени, Барменталь!» «Красавица, ты зачем все это купила?» «Понимаю. Идите-ка сюда, голубушка, иди, 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 ну-ка, так, дочитак, нам нужно, Барменталь, срочно ускорить процесс превращения этого в женщину». «Да». «Вколите-ка ей пару кубиков ботокса». «Я извиняюсь, куда колоть?» «Я же сказал, ускорить процесс в колите прямо в мозг». «Понял». «Ну, что скажешь, голубушка?» «Здорово!» «Ну, чё? Как дела?» «А?» «Профессор, а почему она между словами делает такие паузы?» «Все просто, Барменталь, из мужской речи исчезли маты». «Ос, Барменталь, дадим нашей головушке инструмент, прошу, солнце». «А?» «Эх, карточка, да со скидочкой». «Ну, практически по-женски». «Раньше было вован, теперь ледочка». «Да, вполне». «Раньше таксовал, руль и рация, а теперь сижу тыцким отзаю». «Достаточно, Барменталь». «Втюще к дому я приду вечером, а в забор теперь сунуть нечего». «Остановите это, Барменталь!» «Раньше был брутал, башколысая, а теперь братан, сидя писаю». «Эх, колите, Барменталь, срочно!» «Люди, как люди, а я суперзвезда, Барменталь, а что делать?» «Фу, собака, Барменталь, колите, колите! Ну? Голубушка, практически женщина, а не желаете ли пообедать?» «А это можно, папик, пойдем». «Какой я тебе папик? Можно без фамильярностей? К столу, пожалуйста, Барменталь». «Эх, просеканаю». «А не будет ли вам?» «А не будет нам». «А не будет нам!» «Ну что, слышали? Савченко, гей». «Чего?» «Что происходит?» «Кошмар, как вы себя ведете?» «Сколько раз вам говорил, не читайте женские журналы перед обедом. Это портит аппетит». «Да». «И, пожалуйста, ведите себя пристойно». «Вот, скажите мне, голубушка, что вы вчера ответили полиции на вопрос, есть ли у вас колющее-режущее?» «Есть!» «Элифчик колет, стринги режут». «Кошмар!» «Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Мы, женсовет этого дома, провели собрание женщин нашего дома, на котором стоял вопрос, почему в вашей квартире проживает женщина без подписки на Эйвон? «А вы, скажите, пожалуйста, чего такие злые?» «А как иначе, профессор? Мы же женщины, и сегодня на собрание случайно пришли в одинаковом». «Я извиняюсь, голубчик, а вы тоже женщина?» «Какая разница? А вот женщина ли это? У нас есть причина сомневаться». «Что же с ней не так, простите?» «А вы видели ее страницу в Фейсбуке? Она постит только политику и смешные ролики с алкашами?» «А где еда?» «Где голые задницы?» «И я извиняюсь, котята?» «Да не женщина это!» «Она даже не читает предсказания на чеках в Сильпо!» «А вчера она вообще курила на лестничной площадке». «И что здесь такого?» «В одних трусах!» «Да я еще в луках была!» «Это уже неважно!» «Да баба я, ну, у меня даже шрам на животе от колгот есть! Я с геями дружу!» «С какими геями?» «Да хоть бы вот с этими!» «Узнаете, это уже слишком!» «Да!» «По моему, вам пора идти!» «Куда нам пора идти?» «А А, Лалин, значит, мы геи, по-вашему, да?» «Ну, ну!» «И что, профессор, колите варменталь!» «Давай, коли, за правду можно и потерпеть!» «А-а-а-а-а-а-а!» «А-а-а-а!» «А-а-а!» «Ку-ку!» «Надо Алёнке позвониться!» Алло, Алёнка, чё делаешь? А ну да, рецепт. Так, и мед. Ага, сахар. Это чё, всё в тесто? Практически женщина. Смотрите, какая у нас хозяюшка барменталь. Гениальная профессор. И чё говоришь, карась как дурной на эту прикормку кидается. Ага. Опять рыбалка? Калите барменталь. Ну? С удовольствием. Прошу, мадам. Это гениально, профессор. Она уже разводит меня на бухло и ест с вашей тарелки. Она настоящая женщина. Браво, профессор, браво. Закрепим результат. Барменталь, идите ко мне. Проведём тест. Голубушка, на середину. Отвечайте быстро на наши вопросы. Барменталь. Пожалуйста. Кто играет в этой футболке? Человек в размере М. Отлично. Футбол искореняется. Кто это? О, это красавчик. А почему красавчик? А потому что выиграл лигу чемпионов. Дальше. Хорошо, чисто женский вопрос. Что такое кутикула? Это какой-то император, что ли, римский? Мильно. Колоть ещё? Не, подожди. Это либо мужик, либо тупая баба. Непонятно. Хорошо. Что вы видите на этой фотографии? О, это, наверное, 22-го. Олег Винник выступает. Вы слышали его песни? А, да, может, слышала, а может, не слышала. Вы мне билетик дайте, я схожу, послушаю. Прекрасно. Появляется женская хитрость. Дальше. Что? Что вы видите здесь? Ура! Свадьба! А свадьба какая должна быть? Не такая, как у всех. Прекрасно. По-женски вы едете на свадьбу с женихом на каком автомобиле? Подсказка на ли? На ли? На ли-мо? А, на ли-мо. Под Одессу на бычка. Опять рыбалка. Колите тройную дозу. На тебе, на тебе, на. Опа. Знаешь, что хочу? Собаку хочу. Одного вот такое, плюшевое. А второе вот такое у нас сисью. И шлепки с мехом. Фарминталь, мы сотворили чудовище. Берите-ка эту голубушку и превращайте ее назад в собаку. Вы хотели сказать назад в мужчину? Нет, не дай боже. Именно в собаку. Хотела мех на ногах? Будет ей мех на ногах. Распродажа – да! Володимир Зеленский, Елене Кушеве, Анастасия Куротко. Ваши облыски! У нас есть бизнес, и мы можем свободно летать в Европу. Правда, есть один нюанс. Прежде чем полететь на неделю моды во Франции, нужно сначала съездить на два месяца клубники в Польше. Но в любом случае, чем больше людей пересекает границу, тем больше интересных случаев происходит на таможне. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, пожалуйста, документы. Куда летите? На фестиваль «Волшебная палочка-2019». Звідки? С фестиваля «Ахалай-Махалай-2014». А, так вы фокусник? Да. А эти цветы, кстати, вам. Ух ты! Я так понимаю, вы на фестивале не первое место заняли. А там вообще все сразу, знаете, не так получилось. Сначала голуби в рукаве задохнулись. Потом палец себе откусил. Да. И потом коронный номер не удался. В общем, полный... Нет. Ага, ясно. Что вы взяли с собой? Ничего, отработанный материал. Я же говорю, голуби задохнулись в рукаве. 30 метров алюминиевого каната для левитации. Так его же видно. Ну, так и билеты на мое шоу недорогие. Вот. Кролик в цилиндре, кстати. Ха, тоже задохнулся? Не, вы шо, живой. Напугали меня. Ясно, вы сумели тите? Не, с женой или что? Там такая ситуация просто... Кака? Сейчас, секунду. Завозите! Алло, где вы? Дорогая, как дела? Все хорошо у тебя? Моя крошка. Вы знаете, замки заклинило, вот так и летаем теперь. Женечка, можно побыстрее? Я очень в туалет хочу. Да, девушка, у нас все в порядке с документами? Так, все в порядке, можете проходить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Все хорошо. Да, мы поехали. Да, поехали. Эй, Женя! Ты ничего вообще не забыл? Ух ты, получилось! И как всегда вовремя. Сейчас заберу, но... Так, 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 стоя ты, мужчина! Что такое? Не положено верниться за линию. Да я ноги жени свои заберу и все, чтобы... Так, по документах ваша дружина уже пройшла паспортный контроль. А на эту часть нужны и другие документы. Я же вам рассказывал про неудавшийся фокус. Мужчина, цей фокус тут тоже не получится. Вы же видели ее паспорт, Господи! Да, видела. Вона была на фотографии по пояс, вот по пояс вона и пройшла. Женщина? А ног на фотографии не было, так что не треба мене тут, а! Ля-ля-ля, женщина! Женщина, пожалуйста, не задерживайте нас. Мне очень нужно в уборную. А вас никто не затримует. Можете идти собі, куди вам там потребуется. Так вы мне ноги верните, я и пойду! Я вам ще раз пояснюю. Хранятся у вас эти бутерброды мои любимые, с божениною. Тут есть помидорка, колбаска. Что, Танюха? Ой, Славик, спецзавдание тобі. Ага. Бери ноги в руки и отвези их в дамскую комнату. Женщина, подождите, вы что, шутите? Вы хотите, чтобы мужчина мои ноги сопровождал? Да неизвестно, что у него на уме. Шановна, просто вы плохо знаете Славика. У него на уме только одни кроссворди и бутерброды. Бутерброды. А, бутерброды. Пожалуйста, можно лучше вы? Ладно, Славик, постій тут я отвезу. Ой, что вы делаете? Переверяю, ваши, не ваши. Мой, мой. Мужчина. Скажите, пожалуйста, а у вас есть связь с этой женщиной? С кем? С Танюхой? Я вас умоляю. В раздельмане давно разгаданный кроссворд по горизонтали. Ну, там пару раз по вертикали было, конечно. Я имею в виду, есть у вас ее телефон, с ней связаться или рация. Вам зачем? Ну, чтоб понять, когда мне уже можно. А, понятно. Танюха, доложи обстановку. Толик, я уже в дамской кимнате. Можно, пятюнькой-то. Спасибо. Толик, тут все кабинки заняты. Что? Вы? Кажи, нехай трешки потерпеть. Я не могу уже больше. Все, пожалуйста, что мне делать? Так пожартовала я, Славку слуху. Спасибо. Птичка в клетке, все, вертаюсь. Нет. Птичка в клетке. Квартира птички. Клетка. Вот дебил. Мужчина, у вас, конечно, шуточки. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Да, путь не близкий. Ну, шо? Женечко, с полегшением вас. Где мои ноги? А, ноги. Ну, смотрите, тут ситуация такая, значит. Я остановилась руки пометить, да? А ваши ноги, как ломанулися на склад. И давай там стоять, ведь леком фиската, пока вы все документы в порядок не приведете. О, 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 мамочки. Что случилось? Мне кажется, что мои ноги кто-то, ой, лежит. Вот собака. Кто собака? Собака, собака, собака на склад забежала. Она бы так наркотики шукала, как ноги облизывают. Сейчас я разберусь. Давай, давай, Славик, разберись, давай. А, слушайте. Что? Женщина, может, как-то договоримся? Вы что, мне взятку пропонуете? Ни в коем случае, вы что? Фокус! Фокус, смотрите, я кладу 100 баксов в свой боковой карман. А теперь вы проверяйте, что у вас в боковом кармане. О, 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 о. О, 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 о. Славик, что там с твоей собакой? Танюга, да я уже давно собаку выгнал. Сейчас пытаюсь понять, на что она ноги облизывает. Мужчина, вы вообще какой-то странный. А у вас крем для ног шоколадный. Что так? Послушайте меня внимательно. Что? Знаете, так, может это прозвучит глупо, но если хотя бы один волос упадет с ее на их, я вас по судам затаскаю, понятно? Что, мужчина, не треба кричать. Иду вам на зустріч. Значит так, одну ногу я вам віддам, а вторую? А вторую залишиму в залог. А вы, как долетите, то вышлите документы. Не забудьте, обовязково потрібна доведка с СБУ, что ваша нога не въезжала в Крым с боку Росии. Зрозуміло все? Так, так. Счастливого полета. Прошу. Слушай, дорогая, ну может, оно и к лучшему станем знаменитыми, и нас по СБУ покажут. Значит так, как только у меня ноги я вернусь, сразу от тебя уйду, понял? Нормально, Танюк? Слайд, ну ты что, придурок? Чи что, ты нашу, ты дам с кино и соби надела? Удобно, и ноги шоколадом пахнут. Понюхай, да понюхай. Так, поспокойся ты, ну что ты?